Вопрос о волонтёрах. Очень такая же вытрепещущая тема. То есть пока мужчина ухаживает красиво, там где-то есть волонтёрки, и всё хорошо. Но если девушка, за которой он ухаживает, у неё тоже есть волонтёры, это нехорошо. Почему? Кто говорил? Ну, получается, что она просто с кем-то трахается. А и он тоже просто с кем-то трахается. А тут вдвоём они красиво ухаживают. Это нормально? Нет. А как должно быть? Просто ухаживать друг за другом. Ну, то есть у него там где-то есть волонтёрки, это плохо? Для меня это категорически как-то непонятно. Ну, то есть выход какой? Чтобы у неё не было волонтёрок, волонтёркой буду я. Нет. Просто надо потерпеть ещё. Вам не кажется, что беспокоиться о сексуальной жизни чужих людей нет смысла? Мне вот, знаете, её беспокоит, что женщины, когда начинают отношения, они так переживают за сексуальную жизнь мужчин, аж противно. Готовы трахаться с утра до вечера лишь бы. А как только замуж выходят, гори в аду, нахер им нужна твоя сексуальная жизнь. Пусть он бляди тебе сосут, или я не знаю кто, сам дрочит. Это у меня, ну, я коплю на комод. У меня дети. Вот бы вот это рвение женщин до брака сексуального в браке бы оставить. А то сразу как-то всё переключается. Ну, а как? Ну, а где он будет? Лучше про мужа думайте. Знаете, дамы, у мужчины секс будет всегда. Всегда. Он всегда будет. Нету мужчин, у которых нету секса. Нету такого, мы такие сидим и ждём. Вот баба появится, я хоть потрахаюсь. Нет. Нет. Господь сделал достаточно длинные руки. Всё сделано гениально. Руки длинные достать можно, а вот гибкость слабенькая, поэтому миньет можно получить только в браке. Я поняла. Не забивайте себе голову, вам это не нужно. То есть мужчина, который за вами ухаживает и действительно доберётся там до третьего этапа какого-то, отсомневается, он потеряет интерес к блядям. По большому счёту. Да, возможно, будет тихонечко подорачивать на твой светлый образ. Не без этого. Но если он влюблён, если мужчина влюблён, ему зачем это надо? Ты услышала? Корону поправила. Спасибо. Где там ещё девушка была? Не передумала? А, передумала. Вот не передумала. А, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что рядом муж, поэтому... У меня вопрос не про мужа. У меня о детей. О ребёнке. О детях, да. Всё о том же? Всё о том же. У нас есть трое детей. И вот старший сын, седьмой класс, он периодически не хочет ходить в школу. Без причины. Ну, вот как быть? Сейчас скажу, солнышко моё. Извини, сейчас быстренько мысль вставлю. Меня больше беспокоят дети, которые всегда хотят ходить в школу. Вот про таких говорят обо больной, обо подлюка. Говорят, что 2% детей, вот такая вот есть статистика, принимайте на слово, которым действительно нравится школа охрененная. Они вообще без школы не могут. Вот я вот такой психопат, мне очень нравилось ходить в школу. Прямо меня трясло. Я так хотел в школу просто охренеть. Ну, дурак, потому что, да. Ну, я там весело проводил время. А большинству детей школа не нравится. Причём эта история тоже не всегда была. Был у меня период, когда мне нравилось ходить в школу. Когда тебя никто там не обижает. Когда ты, наоборот, сам можешь пообижать всех. Вот такая тема. Поэтому иногда ребёнок, если не хочет ходить в школу, давай сразу. Это нормально. Продолжай. Пусть не идёт. Ну, сказать ему не. Нет, это вам решать. Вам решать. Например, как этот вопрос решал я. У меня есть сын. И, надо же, ему очень часто не нравилось ходить в школу. И я понял, что я могу его сломать и заставить ходить. Но он ходил в ту же школу, в которую я. И я видел эту школу. Нормальным людям не очень должно хотеться туда ходить. И поэтому, когда он говорил, что-то я плохо себя чувствую, так не хочется идти, мы его не отправляли в школу. У нас постоянно плохо себя чувствую. У меня тоже годами всё это продолжалось. И я так думаю, что он где-то таким образом шестидневку перевёл на пятидневку. И я в своём мозге допустил, что пятидневная учёба моему ребёнку будет достаточно. То есть, меня бы даже когда-то одна преподавательница поймала и говорит, а у тебя ребёнок раз в неделю в школу не ходит. Я говорю, я в курсе. Ну, то есть, я сделал шаг назад, он перешёл на пятидневку, ему зашла. И он пять дней в неделю ходил и иногда выбирал какие-то. Мы так официально никогда не говорили, но между собой мы знали, что раз в неделю мы его можем оставить без всяких последствий. И я точно скажу, что в этот момент знания не проседали у него. Потому что они даже когда он там был, они к нему не прилипали никак. Учился он приблизительно так. Он ходил в школу, и я ему говорил, сыночка, ты в школу ходи. Прости, я не могу сделать, чтобы ты не ходил в школу. Он говорит, точно? Я говорю, ну нет, это незаконно. Ну, я на твоей стороне. Просто ходи в школу, и всё, что там можешь, там получи. Всё, что там тебе не нравится, забей. И он пошёл. И когда я у него спрашивал, ну что, как дела в школе, я часто задавал. Он абсолютно спокойно доставал альбом из портфеля. Открывал и говорил, ну вот на математике я нарисовал динозавра. А вот смотри, здесь на географии я рисовал учительницу географии. Я говорю, о, супер, очень похоже. А вот здесь, вот, на истории я танк нарисовал. Я говорю, бля, танк вообще лучше, чем учительница географии получилась. Ребёнок ходил в школу рисовать. Ничего, он сейчас учится в Академии искусств. Ему наплевать на школу, что он там пропустил какую-то херню. Ну, у него нормальные отношения с родителями. Чем я буду заставлять? Мы так договорились. Но это я так сделал. А вы можете по-другому. Ну, надо оставить их в покое. Вот у нас, получается, сын, он у нас, ну, точные науки, а дочь гуманитарий. Вот, надо сказать, сыночка. И у них двойки по этим предметам. Отлично. Это говорит о том, что преподаватели такие. Меня это злит. Я их ругаю. Говорю, у тебя сына, говорю, ну, тебе не стыдно? Алгебра. Ты эгоистка. Ты эгоистка. Тебе наплевать на ребёнка. Нет, нет. Все так говорят. А ты послушай знающего человека. Я слушаю. Который зрит-то в корень. Если мы сейчас начнём тебя психологически разбирать, ты беспокойся о том, что школа доставляет тебе какие-то беспокойства. Что ребёнок не соответствует твоим каким-то представлениям. Что тебе кто-то позвонил. Что тебя как-то поругают. Тебя выведут из комфорта. А тебе должно быть на это наплевать. Поэтому говоришь, солнышко, ты у меня гуманитарий. Занимайся гуманитарными историями. Если школа тебе помогает как-то гуманитарить, значит, если как бы не получается, что мы можем с папой сделать? Что ты любишь? Я люблю географию. Вот тебе глобус 6 метров в диаметре. Ты изучай. Или вот тебе книги. Вот там ещё что-то. Вот тебе репетитор, потому что тебе нравится. Тебе нравится история. А учитель истории дебил. Вот хороший преподаватель по истории. Понимаете? Ребёнок любит историю. А преподаватель по истории в школе был дебил. Ну что ты сделаешь? Ему не хотелось ходить в историю. Он её просто изучал сам. А потом, когда в институте он столкнулся с преподавателем по истории, преподаватель истории, да, там надо было что-то нарисовать, какие-то контурные карты по истории. Он приносит, всё нарисовал. Преподаватель говорит, ты что, прикалывайся? Подписать же надо было. Он говорит, так а что непонятного? Ничего непонятного. Он говорит, так давай подпишу. Взял и подписал все страны на память, которые он нарисовал по памяти. Он говорит, ты откуда это знаешь? Да я в стратегию играю. Подпишись ко мне на канал. Ты очень необычный ребёнок. Никто так не любит историю. Я думаю, я один дебил, а оказывается, у нас два. Давай дружить ВКонтакте. Понимаете? Всё, ребёнок любит историю. Ребёнок любит историю. Если он любит историю, помогите ему изучить историю. Если он любит географию, помогите ему географию. Потому что ребёнок, который любит географию, он знает, где находятся все страны. Он знает все столицы всех стран. Он знает все реки. Он знает, потому что ему это что? Интересно. Это нельзя запомнить. Нельзя это запомнить. А кому не нравится, он такой, столица Курской области. Ну это сложно. Мы не проходили. У меня нет высшего образования. Спасибо. Я вам посоветую. Встаньте на сторону детей. Школа проходит. Нет, я всегда на стороне детей. Учителя мне не звонят. Они знают, что звонить мне это бесполезно. Я их удачненько могу очень далеко послать. Интересуйся своими детьми. Что у них в школе происходит. Регулярно это делается. С кем они общаются. В кого они влюбились. Кто обидел. Что этим надо интересоваться. Они говорят, какая оценка. Какая оценка. Я вообще не спрашиваю оценки. Говорю, ты в каком классе? Он говорит, в девятом. А экзамены же будут? Он говорит, ну да. А говорю, планируешь сдать? Он, походу, да. Следующий наш разговор. А что там с экзаменами? Ну, сдал два месяца назад. А, ну, поздравляю. Вот это здоровое отношение к учебе ребенка. А вот ты сдал? Нам надо поступать. Нам надо поступать. Ты что? Мать умрет, если ты не поступишь. Куда ты пойдешь? Тебя же в армию заберут. Все. Здесь киевцы не поют. И батя в пилотке ходит такой. Аааа. Ааа. Ааа. Я позвоню военкову, если не поступишь. А ребенок повесился. Вот я о чем говорю. Нет, он вообще не хочет поступать никуда. А я знаю. Не могут люди, которых я уже запомнил. Во всех городах страны ходят на мои лекции. Конечно, вы хорошие люди. У него больше общения с папой. Они там постоянно вместе. Девочки есть? У тебя? Конечно, дочь. Вот с ними занимайся. Отставь пацана, не трогай его. А я его и не трогаю. Все. Вот у нас полная гармония. У меня еще мелкий. Я больше с ним. Мелкий вопрос или ребенок? Нет, мелкий сын. А, счастливая баба. Муж есть. Сидит на первом ряду. На лекции известная семейного психолога. На все ответы получила вопросы. Спасибо. Письмо? Чуть-чуть времени. Ну, есть еще три минутки. Я еще опоздал на минутку, так что. Или на две, я не помню. Так. Ну, хочется быстрее. Быстрее закончить. Ты побежать почитать метод Вима Хоффа. Сейчас, думаю, успею прочитать в паузе. Так. И где же начало? У меня отношения со взрослым, властным мужчиной, который существенно старше меня. У меня отношения серьезные. Серьезные. Вот так. Строим планы на совместную жизнь и плавно к этому идем. Все перед ним стоят на задних лапках и общаются по имени, отчеству. Я так же с ним мягкая, игривая и легкая. Характер у меня, хотя с огоньком, но никогда не старалась себя с этой стороны не проявлять. Боясь испортить отношения с ним. Некоторое время назад, почему-то перешла на красную пасту. Видимо, решила добавить тревожности. Да ты-то куда? Я в курсе. Некоторое время назад стало себе позволять высказываться с сарказмом и ставить на место. Когда он, грубо говоря, заигрывается. И парадокс в том, что ему это понравилось. Боялась, что пошлет. А он наоборот. Да, мне нужно давать пиздюлей. Прошу учесть. Цитата, прямая речь. Я не при делах. Факт. Я от этого лучше даже в отношениях становлюсь. У меня возник когнитивный диссонанс. Чтобы это не значило. Как так? А в чем проблема? Нормальная история. Господи. Вроде, как нащупать эту грань? Давать пиздюлей, но чтобы не перегнуть. Вот уж. А ты как думала? Вот надо вот так. Техесенько, техесенько. Так, как есть убеждение, что это характерных, что характерных женщин, мужчины боятся характера. Ну, хорошо. И сторонятся. Поэтому в большинстве случаев стараюсь сдерживать характер. Есть люди, которые друг другу подходят, а есть те, которые друг другу не подходят. И люди, когда долго общаются, ухаживаются и строят какие-то отношения, они смотрят, чем они друг другу подходят. И если у мужика есть некая, ну, своя специфика, скажем так. Ну, допустим, ты весь в орденах, весь по имени-отчеству, все там на цирвах. Валерий Валерьевич, блин, был. Все. И он это, это же тяготит. Хочется иногда сказать, Валера, сука, ну, ты вообще края видишь, блин? Иди сюда, сейчас мама тебе объяснит. Он, да, да, моя госпожа. Тоже хочется этого. И, возможно, он это находит дома. И отлично, что ты нашла эту штуку. Но, опять же, ты же должна понимать, что, ну, ну, вот смотри, допустим, у тебя есть лев дома. И можно его иногда за ухо подергать, по заднице стукнуть, за гриву потрепать. Но надо понимать, это дикое животное. Ты сильно не перегибай, блин. А то смотришь, а у тебя по локоть нихера уже нету. Валерий Валерьевич откусил. Поэтому вот грани надо искать. Видишь, мужчина в настроении. Видишь, не в настроении. Все, агрессивность ноль, все. Пошла где-то в другом месте, погоняла там тараканов, а не львов. Поэтому так люди и выбирают себе. А что вы думаете? На людях все точно такие? Или вы думаете, я вот тут сижу, тут вот это весь. Острю, искрометно рассказываю, ругаюсь, баб гоняю, с крепкими мужиками в битву. И дома я такой тоже хожу от этого. Да нет. У меня тапки с бубонами такие, да. Майка дырявая. Я мне по дому хожу. Вот так вот. Лежу, так книжку читаю, молчу. О, нормальная история. И жена выходит. Что это тут разлеглось, а блин? Это я, госпожа, тут вот прилег. Ненадолго. Солнце уже село, работать уже ж не надо. Это наши внутренние игрища. И в каждой семье такие игрища должны быть. Вы нащупывайте, конечно. А как вы будете? Ну, а вдруг он у тебя? Ну, я не знаю. Ну, там генерал армии какой-то. Да, ну, все. Пришел домой, ты ему раз, халатик. Халатик с шевроном, с погонами, аксельмантом. Все. Пошел, да. Махровые штаны с лампасами. Поэтому все. Хорошее письмо. Мне понравилось очень. Ищите, ищите эти мужчины и женщины. Ну, как мне кажется. Я, наверное, не ошибаюсь. Они хотят, ну, хотят найти себе такого человека, с которым ты можешь быть не то, что естественно, а таким, как ни с кем. Понимаете? Вот прямо в уникальном формате. То есть со всеми ты так, а есть человек, с которым ты вау. Вот прямо вот так. И это в секс также может перекинуться. Тоже там что-то найти, какую-то историю. Это же чудо, когда можно найти своего единомышленника, который может там прикалываться, который может там что-то там мутить. Ну, так друзья, допустим. Как друзья себя ведут? Все солидные люди приехали в баню и там давай прикалываться. Валерий Павлович, а что это такое? Писюн-то куда дел? Да что-то в холоденькое присел, оно съежилось. Ну, ты поаккуратней, генерал все-таки. Да ладно, да. Кто бы ему из подчиненных посоветовал? А его, блин, друг кадетский может так сказать. Или еще какие-то. Ну, это же нормально. Друзья что делают? Прикалываются, общаются. И все время издеваются. Если вот вы запишите, вот мужики в бане. Сами. Что вы там думаете? Они сидят тут такие. Ну, что, мужчины? Побеспокоимся о судьбах Родины? Да. Давайте отчитаемся достижениями. Нет, конечно. Как дети бегают. В бане шапки с Буденовки одели со звездами. Я царь. Я Наполеон. Ну, дебилы. А тексты вообще не дай бог. А если баб подслушать? Там же вообще прямо клиника. Там же надо подвозить эти желтые автобусы с крестами. Увозить. Потому что они и так-то не были похожи на здоровье. А в бане. Это нормальная история. Надо чуть-чуть расслабиться. Надо чуть-чуть с юмором подходить. И к семейной жизни. Ну, чуть-чуть добавить юмора. Когда вот это вот. Мне нравится вот этот Янковский-то Мюнхгаузен. Улыбайтесь, люди. Улыбайтесь. Самые мерзкие дела делаются с самыми серьезными лицами. Чуть-чуть надо юмора. Добавьте немножко в секс юмора. В отношения. Ну, блин, вообще, представьте. Вот серьезный секс. Серьезный. Это... Бля, ну че ты? Ты че в ролях? Усталась, забыта. Ну, блин, ну шо это такое? Все. Пауза. Пауза. АПЛОДИСМЕНТЫ